Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Парень мной почти не интересуется, если интересуется, то почти не вникает, в это не говорит комплименты. Но если убрать это, то он хорошо ко мне относится и хочет, чтобы я переехал к нему. Ну, наверное, вопрос не был дописан, вот, потому что нет, собственно, вопроса, нет, собственно, запроса. Вот, давайте, значит, по пунктам разберём то, что есть. Вы пишите, что парень вами не интересуется. Всегда так было, когда это началось, и, соответственно, что для вас выглядело бы как заинтересованность, вот, и чем, по-вашему, он должен, парень, интересоваться, да? То есть, ну, что должно его интересовать? Если так было всегда, то есть, если он всегда не был заинтересован, то, значит, что-то изменилось, очевидно, в вас, что вы, вот, обратили на это внимание, да, начали обращать на это внимание, вот, стали придавать этому значение, вот, возможно, появилась какая-то тревога относительно возможности расставания, вот, то есть появился страх потерять, да, и так далее. Если, вот, его поведение, скажем так, начало проявляться какое-то время спустя, вот, после того, как мы начали встречаться, то здесь уже нужно смотреть на характер вашего общения до того, как это началось, и смотреть на то, когда оно начало меняться, потому что вполне возможно, что его заинтересованность вами была продиктована продиктована именно тем, что была страсть, была влюбленность, вот, потом это прошло, и, соответственно, вот, значит, наступило охлаждение. В этом смысле. Вот. Чаще всего, и такая самая распространенная причина, по которой вот это происходит, да, это то, что вот парень понимает, что вы этого никуда не денете, грубо говоря. И, с одной стороны, это хорошо, что он так думает, потому что, мне кажется, не есть здорово, когда люди боятся потерять друг друга. Вот. Но, с другой стороны, если человек считает вас чем-то самим собой разумеющимся, да, то это, наверное, тоже не слишком хорошо. вот. Это может говорить о том, что... ээ... что вы э-э... себя э-э-э... как-то обесцениваете, да? вот, вы э-э-э... себя принижаете, может быть. э-ээ.. вот, и, именно говоря, это вот... свидетельствует о том, что вам нужно э-ээ... больше внимания уделять себе, вот, а не партнерам, как правило, вот, то есть ни в коем случае не желательно, не стоит прибегать к манипуляциям, значит, по типу, что если там ты будешь как-то себя вести, да, то я от тебя уйду и прочее-прочее, делать лучше не надо, вот, особенно если вы, ну, не собираетесь, не собираетесь на самом деле уходить, да, то есть так очень быстро вам просто перестанут верить, вот, вопрос здесь, помимо всего прочего, касается еще и общего, что между вами есть, в смысле того, что если у людей нет ничего общего, то есть их ничего не связывает, их ничего не объединяет, то заинтересованность также падает, а влюбленность и страсть может быть кому угодно, да, как увлечение, но в любом случае рано или поздно они пройдут, пройдут, и если ничего общего нет, если ничего общего не существует, не присутствует, вот, то, собственно, заинтересованность наслёт падать, поэтому я бы обратил ваше внимание еще на вот этот момент, да, что между вами общего. Вы говорите о том, что он почти не вникает, значит, то, чем интересуется, как вы это понимаете? Не говорите комплименты, опять же, как вы это понимаете, и посмотрите, пожалуйста, на то, что для вас комплименты, что такое для вас комплименты, да, вот, вы говорите, что он хорошо к вам относится, как это, и вы пишете, что он хочет, чтобы вы переехали к нему, это здорово, а чего хотите вы, весь ваш текст, пусть небольшой, это про парня, но не про вас, давайте попробуем про вас, вот, как бы вы себя описали в этой ситуации и в отношениях с ним, что ли вас устраивает. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго.